Друзья, всем привет! Сегодня мы хотим снять такой небольшой бложик, видео, в общем, один день, точнее даже вечер из жизни владельца Nitro-модели. В роли владельца Nitro-модели у нас будет Женя, и у нас есть вот такой Traxxas Slash 2VD Nitro, который сколько он стоял? Полгода точно. Полгода, который как минимум стоял у нас, мы его не заводили. В общем, давай, Женька, рассказывай, что у тебя здесь есть. Что тут рассказывать? О своих переделках. Ну, здесь, да, небольшая переделка с питанием. Здесь теперь у меня вот таким тублером включается, потому что вот эта часть, вот этот вот переключатель, во-первых, он неудобный, во-вторых, туда попадала вода, и он вообще не гермечный, получается, он меня начал барахлить. Из-за этого модель сама по себе отключалась иногда. Серва другая стоит, потому что оригинальная серва у меня сдохла. Здесь стоит дешевая TowerPro. А рулевая осталась, да, та же. Немножко обмотал мотор стартера, потому что туда грязь залетала. Мотор, в принципе, все в порядке, но грязь летела. У слэшика у этого электростартер, то есть стоит моторчик коллекторный, есть вот такая вот фигня с аккумулятором, вы ее вставляете, и он вам прокручивает вал вашего мотора, тем самым заводит его. Ну, это в теории. А на практике, друзья, это бывает совсем по-другому. Так, еще здесь вот распорочку вот эту вытачивала сам. Она была пластиковая? Да, была пластиковая, она сломалась вообще сразу же. Еще у меня где-то здесь, подожди, вот здесь переделка небольшая. Колхозинг. Ну да. Ну как колхозинг? Колхозинг слыша. Нормально получилось, слыша, видишь, с этой стороны нет ничего. Металлические кулаки. Не алюминиевые, а именно металлические. Уже сколько получается, раза три, наверное, менял спор, потому что спор вообще очень быстро дохнет. Стачивая этого, да. Что еще сказать? Металлические надо ставить, да и все. Что, уже сказать, в принципе, больше нечего, давай заводить. Так, сейчас включу. Все. Все, включил, отлично. Газ дает, давай, я еще что подгазую, в общем. Давай. Слышите это, да? Вот, подгазовать, нет? Да, да. По-хорошему, здесь нужно сейчас разобрать эту стартовую систему и... Что с ней? Ну, видишь, слышишь, прокручивать, да? То есть нужно обгонку немножко почистить, она туда, в общем, заливается какое-то масло, выходит из двигателя где-то там. Получается, из двигателя масло, которое в нитре, в этом вообще в смеси содержится, просачивается через щели под компрессией, то есть когда двигательное давление создается, оно просачивается во все щели, забивает обгонку, обгонка становится смазанной, да, и, грубо говоря, подшипник этот проскакивает вместо того, чтобы схватывать вал, он его просто прокручивается на валу на этом. Да, поэтому сейчас мы этим займемся, что скрутим эту всю систему. Первым делом нужно проверить накал на свече, потому что кто его знает, работает она или нет, калит она или не калит. В слышу мне нравится вот этот вот проводочек, тем, что как бы минус у нас, получается, идет по самому мотору, плюс мы подаем на свечку, и свечка у нас калится за счет аккумулятора этого же. То есть этот аккумулятор, получается, заводит нам и двигатель наш, он на мотор подает питание, и от этого же аккумулятора у нас калится свечка. Это плюс, потому что не надо с собой накал носить. Свечку проверить элементарно. Берем свечку, прислоняем ее к любой части двигателя. К металлической части двигателя. Ну, к любой на металлической части двигателя. Нажимаем. Как видим, свечка калит. Значит, можно разбирать стартер. Теперь я уже не уверен, что свечка в порядке. Иди знаешь куда. Ты уверен, что это дело в стартере? Я уверен, что это дело в обгонке. Ну, я имею в виду в обгонке. Ну, да. Что, я этот звук не узнаю? Ну, а он заведется потом, да? Сейчас я ее почищу, и все будет нормально. А насчет того, что заведется, я ничего не говорил. Нет, стой. Ты сказала, ты почистишь, и все будет нормально. Я сказала, что почистишь. Будет пробовать заводиться хотя бы. В нитромодели никогда, по-моему, не бывает все нормально. А инструкция у тебя осталась от слэша, чтобы карбюраторные настройки заводские выставить? Да, где-то была. Ну, если что, у нас есть интернет и гугл, который знает все про карбюраторные настройки. Корочка, кстати, хорошая. Мы на нем башили. Женька его нещадно вообще колбасил. А корочка живая, и почти что даже не потрескалась. Хорошая корка. Что там? Там было что-то интересное? Да нет, ничего особо. Просто на меня брызнуло немножко нейтрометаном. Глушитель сняли. А еще, друзья, покупайте инструмент нормальный. На гербесте продаются дешевые отверточки. Я ими модели сейчас все кручу. Вроде бы пока отвертки держатся. Давай, реклами отвертки. Скажи, что отвертками было бы удобно. Ссылки на отвертки в описании. Андрей заставил меня это сказать. Видишь, вот здесь вот это масло? Да, это масло. Это даже может быть нейтрометан, а не масло. Можем поджечь, проверить. Вот видишь, даже здесь все масло. Это вообще ни о чем. Поджечь? Ну, давай, поджигай. Блин, спички есть? Давай, я отойду подальше на всякий случай. То есть ты боишься? Ну, мало ли чего. Перчатка тебе зачем? На всякий случай. Тушить. Ну, горит, нет? Нет, не горит. Не горит? Значит, это просто масло. Значит, просто масло. Сыт. Двигатель сыт. Причем сыт он очень-очень сильный. Да, давай еще скажем, что двигатель это не его. Этот двигатель покупался отдельно, потому что на его родном двигателе мы сломали немножко шатун. Да, который лопнул у нас. Да, мы залили на него вместо 16-процентного нитрометана 12-процентный самодельный. Тот самый, который наши авиамоделисты себе ободяжат сами. Вот мы его сюда залили, и у нас просто шатун лопнул. Движок взяли сюда бушный. За полторы тысячи, по-моему, я брал у кого-то. Да, из Питера, я помню, прислали нам его. Я не помню точно, кто присылал. Но кто-то из проверенных людей. Вот этот подшипник, который называется обгонка, его главное правильно стороной вставить. Иначе он будет ничего не схватывать. Вот в эту сторону он нормально вращается, а в другую прокручивают только с двигателем вместе. Ну, в общем, схватывает. В одну сторону он просто крутится, в другую сторону он схватывает. Да. Называется обгонка. Или обгонный подшипник. Сейчас я его протру. В общем, много у него названий. Кто как хочет, так его и называет. Поэтому вы можете в комментарии написать нам, что мы неправильно называем этот подшипник. Но нам будет пофигу. Вот этого ремонта хватает буквально на 2-3 попытки завести данного слэшика. После чего опять подшипник этот заливает. И все. Все по новой. Разбираем, чистим и пробуем еще раз. У слэшика есть выход под стартовый стол, но у нас нет стартового стола. А со стартовым столом было бы гораздо все проще и эффективней. В общем, давай разок попробуем завести. Если не заводится, значит карбюратор мучаем. Здесь сейчас ключок. Оп. Так, где? Давай, я под газом, вон там валяется. Вон, 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 вон. Давай. Не надо пока газовать. Я не, нет, все. Мне кажется, она очень много. Чего много? Много топлива. Ножом. Ножом, изверг. Видишь, плюется? Изверг, ножом. Ну, высокий закручивает, да? Я закрутил топливо. Да, стой, стой, все, бесполезно. Давай, знаешь, стой, для начала давай проверим вот что. Для начала давай проверим наш зазор, который у нас... Ну, вот не снимай его. А у тебя стяжка есть, если что? Стяжка вон есть, да. Ну, давай, значит, проверим зазор. Я не знаю, просто видно вам там на камеру или нет. В общем, здесь должен быть зазор. Так. Дай мне пульт. Где пульт? Так. Так, зазора почти что нету. Мне кажется, он наоборот большой отверт. Не, не, не. Смотри, маленький, меньше миллиметра. Отпусти газ. А, да. Маленький. Нужно немножко, значит, подкрутить. Дай я отверточку тоненькую. Нужна тоненькая отверточка. То есть вот там вот, я не знаю, видно будет на камеру или нет. Зазор виден, вот. Небольшая такая щелочка. Вот мы сейчас хотим побольше сделать, чтобы двигатель всасывал в себя больше воздуха. Так. Еще бы вспомнить, каким винтом она здесь настраивает. Здесь есть вон тот еще. Только потихонечку, потихонечку. Да, это он самый. Не могу попасть в него. Отлично. Давай, стой. Удобство 80 уровня просто. Давай, крути. Какую сторону только еще узнать бы. Ну смотри, главное, чтобы... Все, 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 наверное, все. Открылся, да? Да, немножко, по-моему, открылась. Нет, слушай, это мало. Он должен быть больше, насколько я помню. Когда у меня было все в порядке. Ну, миллиметр нужно выставлять. Заводские настройки, по-моему, миллиметр. Стоять еще немножко. Давай крутанье. Да я пытаюсь попасть. Крутанул что-то. Ничего не получилось там. Ну, вроде нормально. Давай попробуем. Давай без фильтра попробуем завести. Без фильтра, наоборот, двигатель будет сосать легче воздух. Ну, а что, он плюется, не плюется? Какие показания? Сейчас, подожди. Нужно на сухое попробовать. Плюется, но пределы пропустимого. Немножко, да, нормально. Плюется, но не сильно. Так, вот это у нас игла что регулирует? Вот это игла низы, то есть низкие обороты. Сделай их немножко, наверное. Открой. Да, попробуй открыть их. Немножко, только вообще буквально там. А еще, мне кажется, что это может быть из-за нитрометана моего. Который я сам по себе не очень. А сколько он тоже полгода стоял? Нет, этот нитрометан побольше. Давай посмотрим, что он горит вообще. Проверяем, горит ли нитрометан? Нет, то, что вышло, уже не горит. Ну, возьми, отлей. Нет, ну, этот будет гореть. Ну, стой, помнишь, как нам говорили, мужики, сделать опытные? Опа, пламя, пламя. В общем, как можно еще сделать? Можно снять трубу выхлопную. Тихо. Правильно, наезжай. Снять трубу выхлопную можно и туда прям залить немножко. нитрометанчика капнуть. Тогда он должен завестись. Откручиваю выхлопуху. В общем, снимаем выхлопуху сейчас и пробуем в камеру сгорания. Залить прям сразу, на топливо налить. Мне кажется, там вот так топлива надо. Сейчас посмотрим. Мы еще, правда, не обладаем информацией, протухает ли сам нитрометан. То есть, что с ним происходит, если он там, например, больше, чем полгода стоит. Меняет ли он свои свойства или нет. Потому что у нас устоит уже очень долго. Что там у нас видно? Так, в общем, за нижний этот маховик прокручиваем наш поршень в нижнее положение, чтобы камера была видна. Так, ну, на камеру ничего не будет вам видно. Потому что там темно, я сам там еле что вижу. Вот, ну, вот. Сейчас нормально. Изведи, демон. В общем, немножко капаем нитрометанчика. Вытекай, сволочь. Еще, еще, нет, это мало, это мало, это мало. Еще капнем. Видите, тоже много. Еще капнем. О, хромалек. Все, капнули. Все, ставим на борт? Нет, трубу одень, ты чего. Трубу одеваем обратно. Без трубы не заведется. Кот. Кот, иди сюда. Рудик. Рудик, Рудольф. Пойдемте Рудика снимем. Рудик. Рудик, скажи мяу. Молодец. Рудик хорош. Рудик хороший. Ну что? Давай. Вот. Вы завели его. Газуй, газуй. Ну. Погалкой. Надо было газовать. Не, не, не. Стой, 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 стой. Давай логично думать. В общем, он работал до тех пор, пока в камере, то есть внутри, в двигателе была смесь, которую мы туда налили в прямую. То есть он, получается, не сосет в нужной количественном смеси. Либо наоборот много смеси. Мне кажется, мало. Ну давай тогда попробуем еще открыть. В общем, какой у нас план сейчас. Мы немножко низы откроем. Совсем немножко. Вот так вот их. И вверх. Вот так на полоборота сразу бах. И пока двигатель у нас еще более-менее теплый, попробуем сейчас завестись. Нет. Нет? Нет. Ну давай еще раз капнем. Да, внутрь. Давай еще раз снимаем, капаем. И на этот раз уже будем газовать. Лей пылбанки туда. Ты что, упоролся? Чтобы как сдетонировало, и верхняя вот эта крышка в потолок тебе улетела. Будем верхнюю частью на Андрюшку направлять. Слышишь, такая картина такая. Крыша такая вверх. А потом Андрей будет ходить всю жизнь с отпечатком. Так, сейчас он должен завестись. Так, давайте, да. На этот раз мы будем газовать. Только сильно не газуй, потому что я боюсь, что... Что голова выстрелит, да, у него вверх? Не крутит? Круто. Чего? Какой-то клин. Клин? Может быть, мы им чересчур много топлива налили? Наверное, мы чересчур много топлива налили. Либо сел вообще стартер. Ну, сомневаюсь, он вроде только заряжен был. Ну, а лампочка на него стоит? Нажми. Нажми. Что лампочка? Держи. Нет, лампочка нормальная. Но она перестает гореть у тебя. Одна. Потому что клинит. Что-то клинит. Что-то может клянуть. Ну, открой трубу давай, сольем. Может, мы много-то налили. Выплевывает. Видишь, какие? Значит, много налили. Давай, значит, стой, стой. Не так. Давай назад закрутим высокие на половину оборотов, которые мы выкрутили. Закрутим их вот так вот. Абуратно закручиваем. Все. Пробуй. Это сильно, конечно, изменит. О, прям, видишь, выплевывает. О, завелся. Газуем. Сейчас прогреем двигатель. Он, когда прогреется, потом будет лучше заводиться. Он, смотри, клюется вообще, конкретно клюется. Ты же только не гоняй, фильтра нету, не забудь, что фильтра нету. Толостого много, да? Да, холостого много. Холостой. Давай, прогревай его и попробуем настроить. Слушайте? Нет, прогревай и попробуем настроить. Потому что настраивать двигатель нужно на прогретую. И нужно фильтр одеть. Фильтр, фильтр. Потому что фильтр дает сопротивление. И настраивать двигатель нужно обязательно с одетым фильтром, с пропитанным фильтром, то есть. Вот, одели фильтр, то есть двигатель стал сосать меньше воздуха, и обороты сразу упали. Холостой ход стал меньше. На, походуй, не, ну, поедет, поедет, пока работает. Насладись этим мигом. Пойдем покатаем, может, немного нет. В идеале нужно еще термометр инфракрасный, чтобы температуру двигателя смотреть. И по термометру уже настраивать. Но это мы настраиваем по термометру, а вообще профессионалы настраивают нитые движки по звуку. То есть слышат, как двигатель работает и настраивают его. О, все, покатали. Давай сразу попробуем завести, пока горячий еще двигатель. Аппаратуру беру. О! Андрей! Что? У меня вся грязь в лицо, спасибо. Сволочь. Еще раз заводи. Заводи его еще раз. Давай послушаем. Стой. Давай послушаем, как он заглопнет, то есть, чего ему не хватает. У него холостые, неровные какие-то, он дергается сам по себе. Холостые большие, но... И они неровные. Слышишь, они как бы... Знаешь, что мы так начнем? Так, 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 так. Щелк. Знаешь, что мне кажется? Может быть, проблема в фильтре, потому что он у меня смазан касторкой, и, возможно, она не пропускает столько, сколько должна. Ну, то есть фильтр, он дает сопротивление большое очень. Мотор старается всосать в себя воздух, а фильтр, смазанный маслом, в данном случае мы смазали касторкой, вот это масло дает сопротивление. Для примера попробуйте просто подышать воздухом обычно для вас, и потом взять марлю, сложить ее там во много-много слоев и через марлю сделать парочку вдохов. Вам будет, естественно, через марлю делать вдохи тяжелее. Также и мотору через фильтр, а тем более пропитанный маслом, дышать ему тяжелее, всасывать в себя воздух ему тоже тяжелее. Главное все это сделать сейчас быстро, почистить фильтр, пока двигатель теплый. Потому что если двигатель остынет, то потом будем опять мы очень долго его заводить. Опять будем разбирать систему выхлопа, трубу откручивать, заливать туда смесь бензинчик нашу. Ой, там, наверное, слишком много масла. Давай помоем его. Ну, да, да. Давай, стой, возьми, просто помой его бензином. И давай на сухую, просто не смазывая фильтр. Ну, да, я тоже об этом подумал уже. Покатаем. И вот такой масл. Ну, сейчас немножко, пускай подсохнет он и оденет. Я думаю, там калоши же, наверное, что-нибудь, что-нибудь сделать, это же не вода. Подумаешь, бензин всосет. Не, ну а что, пускай. Ничего страшного не случится. Сказал Женя. И поставил фильтр обратно, пропитанный бензином калоши. Красавчик. Сейчас холостой ход должен подняться. На холостых должно быть сейчас больше оборотов, потому что двигателю дышать стало легче. Т�-бензин. Т�-бензин. Так, давайте посмотрим, что у нас с холостым ходом. Холостого, да, холостой, большой слишком. Обороты ровнее стали. Да, обороты выровнялись. Да, да, я обогащаю смесь. Иглу низких оборотов я сейчас открыл, чтобы смеси стало больше поступать. Мы, получается, смесь сейчас обогатили, то есть двигатель должен меньше греться, обороты при этом падают у него и холостой ход у нас вроде как выровнялся. Но это, друзья, неправильная настройка, то есть изначально двигатель нужно настраивать с заводских настроек. Первую иглу, которую вы должны настраивать, это игла высоких оборотов, потом уже вы должны настраивать иглу низких оборотов и холостой ход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА давай покажу я боюсь разбить стекло в твоей машине так ну давайте попробуем, если его удержу ах ты гад, ты зачем мне сбить хотел? давай переворачивай быстрее, а то заглохнет чуть не убил нас я еле удержал его вообще как смог? это была половина газа половина? да сумасшедшая табуретка понимаешь, двигатель я брал уже глушный продавец мне говорил, что он уже откатал 4 галлона и следовательно сюда нужно уже не трухать что за 4 галлона? 4 галлона нет, 4 галлона 4 галлона? да, а моторесурс у этих движков примерно 6 галлонов поэтому этому движку осталось жить где-то 2 галлона но сейчас он работает нормально то есть смотрите, холостой ход у него более-менее, скажем так, ровный более-менее ровный, да максималка у него хорошая с учетом того, что Женька не может здесь максималку выжать сейчас нам нужно будет взять инфракансный термометр чтобы проверить температуру двигателя чтобы двигатель не перегревался больше чем 120 градусов ну или 110-120 это кому как нравится потому что выше эти движки перегревать уже опасно их рабочая температура это где-то 110-120 градусов, наверное, максимум ну или 11-120 градусов ну или 11-120 градусов ну или 11-120 градусов пойдем, гараж уже темнеет на улице все лучше глуши а то сейчас нанюхаемся паров этих сейчас я расскажу, как я в первый раз глушил и заводил этого слэшка значит, слэш, это была моя первая модель поэтому я тогда еще вообще ни в чем не разбирался значит завожу я его ну, в принципе, завел прочитал, что нужно обкатать его несколько баков полных чтобы обкатка прошла вот, значит, завел у меня бак почти выкатался но у меня начало в гараже не знаю получается я в закрытом помещении это все делал у меня гараж начал нападаться дымом я его хочу заглушить и тут я понимаю, что я не знаю, как глушит нитромодель и как? что стал выливать из бака топливо? нет, я, в общем, поставил его не помню, на что-то я его поставил чтобы у него задние колеса, получается, не касались ничего и побежал за компьютер быстро читать, пока он работает в гараже как глушить нитромодели и, в общем, я прочитал как вы все уже знаете, наверное просто нужно заткнуть глушитель но в идеале лучше заблокировать вот этот маховик то есть просто взять, например, отверточку резиновую и вот так вот к маховику и приложить он заблокируется и все и ваш двигатель заглохнет а после того, как вы двигатель заглушили поршень нужно опустить в идеале в нижнее положение вся проблема, по идее, в чем у меня была что фильтр? да, фильтр нужно было фильтр был в касторке обильно смазан даже изобильно очень много было масла двигателю тяжело было дышать я тоже сегодня миллиард раз сказал что двигателю было тяжело дышать свечка вроде работает нетруха вроде подходит еще не протух на шпитанчик хотя стоит он уже примерно год ну, надо не забывать, что для двигателей, которые прошли уже столько лет, сколько этот нужно 20-25% содержание нитрометана а у нас 16 а у нас 16, да к тому же самый дешевый нитрометан у меня ну, друзья, в общем, что я вам скажу слэшик завелся у нас есть корочка которую нам прислали на испытания и мы думали эту корочку протестить на лосе но на лосе есть кое-какие проблемки ждем детальки, ждем запчасти поэтому корочку мы будем тестить на слэше раз он завелся, раз он работает он, тем более, безбашенный жеки, его не жалко ушатать поэтому корочку мы будем тестировать именно на нем поднастроим немножко двигатель возьмем инфракрасный термометр замерим его температуру на максимальных оборотах замерим температуру на холостом ходу все отстроим и запишем видюшку про слэшик, а также про тест корочки на этом, друзья, у нас сегодня все вот такой вот вечер у нас получился круто на самом деле, что слэш завелся я, когда ехал к Женьке, думал, что сейчас опять часа два провозимся и в итоге все это будет впустую провозили где-то мы полчаса завели и все круто подписывайтесь на канал ставьте лайки пакета всем попрощайся